Здравствуйте, в эфире передача Анатомия болезней. По данным статистики, около 60% всех детей страдают диатезом в той или иной форме, а атопическим дерматитом более 20% населения планеты. Это значит, что диатез встречается как у взрослых, так и у детей. Так почему так происходит? Об этом мы поговорим с педиатром Фарах Бакабовой. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доктор, так почему от диатеза страдают и взрослые дети? Вроде бы это детская болезнь. Вы знаете, начнём с того, что такое диатез. Диатез произошло из греческого слова «диатезис». Это предрасположенность. Так вот, диатез – это предрасположенность организма человека, это наследственная предрасположенность организма человека к различным заболеваниям, в том числе и к аллергии. Термин «диатезис» не употребляется у взрослых, это детский термин. У взрослых наблюдаются последствия диатеза, патологические проявления, заболевания диатеза. Диатез нельзя считать заболеванием, это не болезнь, это проявление организма, неадекватная реакция организма на обычные изменения окружающей среды. Можно ли считать это аллергией? Опять-таки я говорю, это предрасположенность организма человека к различным изменениям окружающей среды и приводящей к патологическим изменениям, к заболеваниям, так скажем, и к аллергии в том числе. А если вернуться к детям, то как диатезис себя проявляет, какие симптомы? У детей, у младенцев, например, первые месяцы жизни могут наблюдаться желтоватая сыпь на лице, на бровях, на волосистой части головы, за ушами. Во втором месяце жизни можно наблюдать ярко-красную сыпь на лице. Она может быть сухая и мокнущая. Сухая сыпь склонна к шелушению. Мокнущая сыпь состоит из многочисленных пузырьков, внутри которого имеется жидкость. В дальнейшем эта сыпь может покрывать все тело ребенка, в том числе и паховые области, ягодицы. Кроме этого, у детей могут наблюдаться изменения со стороны, общее изменение, беспокойство, изменение стула, частые калоиспражнения в виде поноса, слизистый стул. У взрослых проявляется по-другому. Например, эксцудативный диатез у взрослых может проявляться как бронхиальная астма. Лимфатический диатез может проявляться как хронический тонзилит. В дальнейшем, я имею в виду, мочекислый диатез у взрослых вызывает мочекаменную болезнь, желчекаменную болезнь, колиты, подагру, гипертонию. А от чего тогда у детей может быть диатез? Какие продукты могут вызвать это? Даже не заболевания, а вот изменения эти? Да. Значит, в первую очередь нужно сказать о белке. Чужеродный белок, который тем или иным способом попадает в организм ребёнка, скажем, или взрослого, не имеет значения, больного. У детей это в основном чужеродный белок, более часто встречающийся белок коровьего молока, потому что питание состоит из детей из коровьего молока. Конечно же, мы склонны к грудному вскармливанию, а также, если мать питается молоком, коровьим молоком, естественно, этот белок попадает в организм матери, с молоком попадает в организм ребёнка. Так вот, в первую очередь, это чужеродный белок, молоко, молочные продукты. В эту группу относятся также яйца, сюда относятся также фрукты, овощи красного, оранжевого, жёлтого цвета, сюда относятся также рыба, соя, злаки. Но кроме продуктов питания, к диатезу могут приводить и бытовая химия, такие как, например, косметические средства по уходу за кожей, за волосами, это шампуни, мыла, крема. Порошки. Порошки, конечно, моющие средства как для посуды, так и для одежды. Совершенно верно, порошки тоже. Кроме этого, ведёт к образованию диатеза также некоторые вакцины, у некоторых детей вакцины могут приводить, а также лекарственные препараты, укусы насекомых. Ведь солюна также чужеродный белок, который присущ этому насекомому. И вакцина тоже, это чужеродный белок, который присущ возбудителю, против которого придумана эта вакцина, сделана эта вакцина. А вот может ли диатез пройти сам по себе, и если да, то в каком возрасте? Я вам так скажу. Известно около 20 видов диатеза, и каждый из них может возникать в определённом возрасте и может исчезать в других возрастных группах. Так, например, эксудативно-катаральный диатез возникает в первые месяцы жизни, месячном, двухмесячном, трёхмесячном возрасте, и уходит, проходит в первые годы жизни, в годовалом, двухлетнем, трёхлетнем возрасте. Скажем, лимфатико-гипопластический диатез, наоборот, возникает в первые годы жизни и может проходить в подростковом возрасте. А, скажем, нервно-артретический диатез возникает в шестилетнем возрасте и может проходить в более старших возрастных группах. Вот есть момент того, что вы сказали 20 видов диатезов. Тут интересно, диатез и атопический дерматит – это одно и то же? Нет, разница довольно существенная. Диатез, как я уже сказала, это предрасположенность организма к тем или иным заболеваниям, и в том числе к аллергии. То есть оно приводит к заболеваниям. Атопический дерматит – это хроническое воспаление кожи, которое необходимо вовремя, грамотно лечить. Другими словами, я могу сказать, что диатез предрасполагает к атопическому дерматиту. А клинические проявления диатеза – это всегда только сыпь? Нет, имеется большое количество клинических проявлений. Я вам так скажу, их объединяют, учитывая то, что имеется около 20 видов диатеза, их объединяют под общие симптомы для всех видов диатеза. Скажем, это кожные проявления, в основном и большая группа – это кожные проявления. Это увеличение миндалин и аденоидов, это бронхоабструктивный синдром, это часто болеющие дети, частые респираторные инфекции, частые простудные заболевания. А также сюда относятся, к этой группе относятся также нарушение обмена веществ, низкий рост, малый вес ребёнка, быстрая утомляемость, несклонность приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, неспособность к обучению. Это всё проявление диатезы. Совершенно верно, это всё проявление диатезы. Но это всё может быть и симптомами других заболеваний. А как тогда вы диагностируете, потому что там уйма заболеваний, которые очень похожи. Совершенно верно, очень похожи друг на друга. Дело в том, что дети до года каждый месяц наблюдаются у педиатра. Это рутинные осмотры педиатра. Хороший специалист, опытный специалист вовремя поставит диагноз диатез и по обширным клиническим синдромам, симптомам. Но дело не в том, чтобы поставить диагноз. Нужно исключить факторы, которые приводят к тому, что эти маленькие симптомы, синдромы превращаются в хроническое заболевание. То есть вы просто во время осмотра можете понять, что у ребёнка диатез? Конечно. Или какие-то надо анализы сдать? Конечно. Нужно обследоваться, кроме того, самое главное, собрать анамнез. Анамнез – это главная роль, потому что именно неблагоприятный наследственный анамнез ведёт к появлению вот этих диатезов. Так вот, собираем анамнез, в дальнейшем направляем пациента на лабораторные и инструментальные методы обследования. Это сдача крови. Совершенно верно. Кровь, моча, кал. Направляются инструментальные методы. Это рентген, рентгеноскопия, рентгенография. Как грудной клетки, так и носовых пазух, определение наличия аденоидов и так далее, рентген головы. Кроме этого, имеется ультразвуковое исследование брюшной полости. В дальнейшем при выявлении каких-либо изменений со стороны органов и систем органов подключаются узкие специалисты. Вот ещё тут вы отметили момент, наследственность, вот анамнез вы собираете. А что, если у кого-то из родителей сильная аллергия, или он даже может и не помнить, что у него когда-то был диатез. Совершенно верно. Какие вопросы вы задаёте? Есть множество вопросов, и вообще есть множество причин, которые ведут к диатезу. Очень много причин. Расскажите, пожалуйста. Значит, в первую очередь, как я вам сказала, и самое главное, это неблагоприятный наследственный фон родителей, которые склонны к различным заболеваниям. Педиатры, как бы я вам скажу, очень тщательно должны собрать этот анамнез. В дальнейшем к причинам относится также неправильное питание беременной женщины. То есть нельзя кушать всё, что хочется. Надо кушать то, что надо. Совершенно верно. Употребление аллергенов, употребление консервантов, употребление красителей, алкоголь, курение, большого количества лекарственных препаратов. Это всё ведёт к аллергизации организма. Это всё ведёт к дальнейшему рождению диатезного ребёнка. Следующее – это нарушение беременности, осложнение беременности и родов, а именно недонашивание плода, преждевременные роды, рождение ребёнка недоношенным, с незрелыми органами и системами органов. Следующий этап уже относится к ребёнку. Быстрый отказ от грудного вскармливания. Мать отказывается кормить ребёнка. Или вовсе вообще не кормить. Совершенно верно. Следующее – это ранний прикорм, введение различных пищевых продуктов, уже несмотря на то, что это аллерген, не аллерген, лишь бы ребёнок поел. То есть, например, двухмесячному ребёнку нельзя давать мясо буквально. И кебаб тоже дают. Коровье молоко тоже нельзя. Совершенно верно. В дальнейшем, опять-таки, из причин, которые возникают у детей, это неправильное питание, несбалансированное питание, нарушение витаминного состава, уход за ребёнком, неправильный уход. Скажем, большое значение имеет экологическая обстановка, нехорошие бытовые условия, эмоциональные расстройства матери, как беременной, так и матери, так и ребёнка тоже. Это влияет на ребёнка тоже. То есть, всё это ведёт к несинхронизированному развитию органов и систем органов, в первую очередь, нервной системы, пищеварительной системы, иммунной системы и эндокринной системы. И это всё, в общем, приводит к тому, что растёт диатезный ребёнок, ребёнок с проблемами. Которые, кстати, в будущем, оказывается, могут и усилиться. Совершенно верно. Тут такое дело. Раньше диатез почему-то не воспринимали как серьёзное заболевание. Я не знаю, как сейчас, но вот в моём детстве так и было. Диатеза диатез перестанет кушать сладкое. Но я так понимаю, что нужно помочь этому ребёнку в корне вообще искоренить это заболевание. Как это сделать? Как вылечить? Как помочь ребёнку? Что нельзя давать этому ребёнку, если мы видим, что у человека диатез? Я вам скажу, что лечение и профилактика проводятся уже во время беременности. Как я до этого сказала, если мать неправильно питается, о каком здоровом ребёнке может идти речь? Значит, нужно правильный режим дня беременной женщины, режим сна, отдыха, активности. Это во-первых. Во-вторых, правильное питание, сбалансированное питание, где имеется нормальное количество, достаточное количество витаминов, минералов. Нужно исключить консерванты, красители. Совершенно верно, консерванты. Все консерванты – это консервы. То есть это всё, что не нужно нашему организму. Всё нужно есть свежее для нормальных людей, в том числе и для беременности, которая будет рожать здорового ребёнка, хочет рожать здорового ребёнка. Так вот, нужно исключить консерванты, естественно, алкоголь, курение – это совсем плохо. Я уже не говорю о наркотиках. Так вот, исключая эти моменты, необходимо создать оптимальные условия для будущей мамы, эмоциональный покой. В дальнейшем для будущего ребёнка, скажем, раннее прикладывание груди, грудное скармливание. Чем дольше мать кормит ребёнка грудью, тем здоровее становится ребёнок, я вам скажу. В дальнейшем нужно вовремя и последовательно включать в рацион ребёнка новых продуктов. То есть слушаться педиатра, который говорит, вот с этого месяца вводим, допустим, фрукты. Да, а не бабушек, дедушек, соседей, подруг, которые, советую, мой ребёнок молоком питался, и здорово такой. То есть это не дело. Это ещё неизвестно, да? Да, это ещё неизвестно, совершенно верно. А как ухаживать за кожей при диатезе? Потому что я так понимаю, что таблетками пичкать детей мы не можем. Мы можем просто отказаться от какой-то пищи, всё нормализовать, если уже диатез есть. Но как-то надо по-особенному ухаживать за кожей ребёнка. Вы знаете, если имеются, конечно, кожные изменения, применяются разнообразные мази, разнообразные присыпки, скажем, крема, гели, молочко. Всё это действует на кожу успокоительно, скажем, уменьшается зуд, увлажняется кожа, она лечится, убирается шелушение, отёчность, профилактика в дальнейшем сыпи. То есть если увлажняется кожа, и сыпи не будет. Но вы знаете, всё это вспомогательные методы лечения. В первую очередь нужно правильно ухаживать за ребёнком, нужна диета, опять-таки диета, гипоаллергенная диета нужна. Необходимо лечить хронические заболевания, необходимо ухаживать за ребёнком, скажем, вовремя выводить на улицу водные процедуры, закаливание, массаж, гимнастика. Необходимо аллергичных детей или детей с диатезом беречь от домашних животных. Это обязательно. Скажем, детям с лимфатическим диатезом мы обычно предлагаем воспитание на дому до 5-6-летнего возраста, чтобы они меньше контактировали с... Садить нельзя, да? Нет. Потому что они часто болеющие. При лимфатическом диатезе увеличивается количество лимфатических узлов, скажем, увеличивается вилочковая железа, увеличиваются миндалины, аденоиды. Эти дети бывают чувствительны к заболеваниям, они часто к болеющим относятся. И у них обычно бывают заболевания респираторные, но иногда они приводят... Даже эти заболевания могут приводить к пневмонии и даже еще хуже, к сепсису может приводить. Поэтому есть такие состояния, когда необходимо прислушиваться к советам педиатра. Если говорить о ребенке, то его лечат от всего вроде бы педиатр или детский лор, врач и так далее. А вот если говорить о взрослом человеке, можно ли сказать, что диатез у взрослого человека лечит команда врачей? Не только у взрослых, это и у детей тоже так. Педиатр ставит диагноз. Педиатр выявляет изменения со стороны органов и систем органов. Но нам на помощь тоже приходят узкие специалисты. Мы обычно направляем к лор-врачам. Можно и аллергологи подключаются, и дерматологи подключаются. В некоторых случаях подключаются невпатологи, ревматологи, нефрологи, эндокринологи. Мы все вместе занимаемся лечением, профилактикой больных с диатезом, с аномалией конституции. Вот еще один момент. Как я сказала, иногда мы можем забыть о диатезе как о серьезном заболевании. Но что будет, если мы не обратим на это внимание хотя бы вовремя? Не будем лечить, не будем соблюдать диету. Диатез безобиден или нет? Я бы не сказала, что диатез безобиден. Если, скажем, не лечить диатез, оно может приводить к, скажем, не лечить аллергию. Оно может приводить к аллергическому риниту, атопическому дерматиту, бронхиальной астме, к рецидивирующему ларинготрохиту, к полинозу. То есть это ведет к различным заболеваниям. Как я до этого сказала, мочекислый диатез приведет к желчекаменной болезни, мочекаменной болезни, гипертонии. Это же все проявления заболеваний взрослого человека к изменению со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть это все может приводить к заболеваниям. Поэтому обязательно нужно лечить. Нужно лечить хронические заболевания, хронический тензилит, хронический аденоидит. Необходимо лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, избавляться от глистов. Необходим правильный уход. Необходима, как я уже сказала, гипоаллергенная диета. Для этих детей педиатры устанавливают особый календарь вакцинации. Кстати говоря, следующий вопрос будет об этом. Мы всегда, когда обсуждаем какое-то заболевание взрослого человека, мы в конце спрашиваем, можно ли этим людям с этим заболеванием вакцинироваться от коронавируса. Теперь как быть с детьми, у которых на какой-то белок аллергия и теоретически может быть аллергия и на вакцину. Что вы им советуете? Вот я только что сказала, что для диетезных детей их педиатр определяет определенный календарь вакцинации. То есть они не как все дети? Они не как все дети вакцинируются. Этим детям обычно, скажем, после шести месяцев начинается вакцинация. Естественно, этих детей нужно обследовать перед тем, как вакцинировать. Нужно, опять-таки, вакцина это такая вещь, что да, она может приводить к аллергической реакции, она может усилить диатез, но это не говорит, что им нельзя делать. Нет такого. Вакцины делается всем детям и взрослым тоже, обследовав, превратив его активное заболевание в ремиссию, и после этого можно вакцинировать ребенка. Потому что вакцины от тех заболеваний, от которых может быть хуже, чем от диетезных. Совершенно верно. Если, скажем, ребенок заболеет, нам придется давать ему большое количество лекарств. Но только что я сказала, что к этому диатезу ведет и использование большого количества лекарств. Никто не гарантирует, что, скажем, от обычного нурофена у ребенка не будет аллергии. И поэтому уже лечить тоже трудно. То есть мы родителям так и объясняем. Ваш ребенок аллергичный, ваш ребенок диатезный. Вашему ребенку нужно делать вакцину, но вовремя. Тогда, когда скажу я, скажем, когда посоветует педиатр. Родитель говорит, мой ребенок аллергичный, я боюсь. Я тоже, как педиатр, боюсь. И поэтому я выбираю лучший вариант для этого ребенка. Так вот, если я объясняю родителям, допустим, я не делаю вакцину вашему ребенку, ваш ребенок не дает аллергию, а если завтра ребенок ваш заболеет, пойдет в садик заболеет, пойдет в школу заболеет. Будет играться просто в блоке с детьми, заболеет. Он даже не будет играться, он сядет в лифт, поедет вниз, чтобы выйти на улицу. Он же может заболеть? Это опять-таки общение. Закрытое помещение. Закрытое помещение, кто-то может быть в лифте больной. Так вот, заболеет ваш ребенок, мне придется вам назначать лекарственные препараты. И даст ли это лекарственный препарат вам какую-либо реакцию, это уже никто не знает. Поэтому немножко сложно. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо большое вам, что пригласили. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечала врач-педиатр Фарах Вагабова. Не болейте. Субтитры предоставил DimaTorzok